Всем привет, друзья! Вы на канале группы компании СОКОЛ. Меня зовут Сергей. И сегодня мы поговорим с Русланом Александровичем. Здравствуйте! Добрый день, уважаемые коллеги! Ну и хотелось бы задать вам пару вопросов. Начнем с первого. Каковы ваши обязанности как руководителя компании? Обязанности руководителя отдела логистики – это общий контроль у сотрудников, введение дебюторской задолженности по всему отделу. Конечно же, это дисциплина, стратегические вопросы, привлечение стратегических заказчиков, такие как Газпром, Росгеология, Полукоил, здесь компания Полис Логистика, то есть добытчики, нефтяники и буровики. Это стратегические партнеры группы компании СОКОЛ, расширение штата компании, привлечение финансов в компанию, прибыль компании. А какие принципы лежат в основе эффективной логистики? Эффективной логистики, ну, у нас лозунг нашего отдела, скажем, такого в том, что хороший логист – это быстрый логист. Тот, у кого скорость принятия решения, очень быстрая. То есть он не колеблется, он понимает, что нужно сделать. Это первый хороший принцип, да, как вы задали, хороший вопрос. Второе – логист должен всегда быть обучаемым и всегда масштабнее смотреть на все аспекты работы. Бытует такое мнение, что логисты не спят, это правда? Да, действительно, это правда. Логист только засыпает. В Южно-Сахалинске уже наступает утро. Вот мы недавно как раз таки ездили, тоже выполняли для крупной нефтяной компании на Сахалине доставку. Я разговаривал с супругой, она с ребенком только засыпала, я уже просыпался, желал вам доброе утро. Поэтому так же, когда мы здесь, наши партнеры уже полный рабочий день у них заканчивается. То есть они звонят, не стесняясь, ночь, не ночь, ну, такова наша работа. Какую-нибудь дружбу заводите с клиентами? Ну, вот, допустим, в одной точке России находится клиент, вы, соответственно, здесь, допустим, и уже за долговременное сотрудничество вы уже там можете себя друзьями назвать. Бывает такое? Да, конечно же, у нас есть вот наши партнеры. Приезжаем друг к другу в гости. Также вот с Москвы ребята мы дружим, он прям с отцом приехал ко мне на день рождения. Вот мы в прошлом году отмечали день рождения после выполнения проекта, потом гуляли здесь. Да, дружбу заводим непременно, это очень классно. У вас есть возможность передать привет, вдруг они посмотрят. Анатолий Юрьевич, приветствую, Михаил, Вадимир Александрович, Москва. Всем большой привет, мы любим вас, ценим, гордимся вами. Отлично. Какие программы и системы отслеживания груза вы используете? Мы используем в большей степени систему ВИАО, систему отслежения. Очень удобная, там видно все, сколько в бокзале-то воды, где водитель остановился, спал не спал, образом говоря. То есть полную раскладку, полный отчет данной программы дает. В общем, для привлеченного транспорта мы тоже подключаем компанию отдельно на другой площадке. Получается, вы абсолютно все знаете про водителя, да? Ну, это в целях безопасности делается, спал не спал. Да, конечно, мы отслеживаем, смотрим, понимаем, потому что если водитель самоотверженно отдает себя работе, и мы видим, что он прошел больше, чем положено, а идет он чаще всего с тяжелым большим грузом, да, дорогостоящим, мы настоятельно ему звоним и просим, остановись, отдохни, поспи, время есть. То есть все мы люди, все мы хотим заработать. А как вы оцениваете эффективность логистических операций и что вы делаете, чтобы улучшить их? Лучшая оценка – это похвала, наверное, наших партнеров. Когда мы доставляем груз в срок и даже раньше срок, лучшая оценка для логиста – это его зарплата. Результативность, я, может быть, чуть-чуть отойду от темы, но весь результат – это все, что ты делаешь, все, что делается в логистических операциях, это отражается только на деньгах. Если ты заработал миллион, ну, ты красавчик, да, действительно, ты весь месяц трудился. Если ты 30 тысяч заработал, ну, какие операции могут быть? Чтобы улучшить логистические операции, надо улучшать качество сотрудников, обучать их. Это в первую очередь. Этим должен заниматься руководитель. Если руководитель самоотверженно работает, действительно болеет за компанию, за отдел, за своих сотрудников, то все получится непременно. Тут вопрос неудачи, тут вопрос только труда. Как это влияет на качество работы логистов, тимбилдинги, корпоративы? Корпоративы, да, конечно, влияют по понедельникам, они потом на работу не выходят. Вот, да. А тимбилдинг, да, вот мы недавно как раз-таки проводили сессию по миссии компании. Утро начиналось такое, знаете, вялое, все, ну, как бы с неохотой, все были головой, потому что в офисе проходило это в IT-парке, как вы помните. Под вечер все были заряжены, все прям друг друга слышали, начали слышать, это в первую очередь. Очень хорошо способствуют тимбилдинге для улучшения качества работы, для сплоченности коллектива. Скажите, а как вы справляетесь с неожиданными проблемами в доставке груза? На автомате. Оно, конечно же, по первой, когда это все очень сложно было. Как мы справляемся? В группе компании «Сокол» хорошо развито подразделение, да, начиная от логиста, службы безопасности и юридической службы. Совместно с данными отделами мы оперативно решаем ту или иную проблему. Логист же, в свою очередь, у него выбора нет. Он в любом случае должен довести сделку в плюс, как бы там ни было. Но когда логист уже не вытягивает, тогда уже подключаюсь я, либо подключается, если уж меня не слышат, не слышат, контрагент, подключается к генеральному директору. В принципе, все проблемы, они решаемы, нерешаемых проблем еще не было ни разу. Вы рассказываете, а я примерно представляю, сколько вы афобазолу употребляете. Блин, вон, вон. Весь отдел. Так, точно. А какие рекомендации вы можете дать молодым специалистам, которые стремятся развиваться в логистике? Нужно работать, нужно понимать, какую цель ты преследуешь. Всегда мерить от буханки хлеба и помнить, что голодные и бедные всегда побеждают в богатых и сытых. Потому что когда логист зарабатывает больше, чем ему нужно, он забывает, с чего он начинает. Надо никогда, ребят, девчат, об этом не забывать, сколько бы вы не зарабатывали. Так как в группе компании «Соку» очень хороший заработок. Те, кто к нам придет, ну, удивиться приятно. Надо работать, надо быть всегда включенным. Может быть, это стандартная фраза, да, но для меня это так. Я не верю в удачу вообще никак. Я верю только в успех. Потому что удача – это такое, знаете, как-то поверхностное. Оно вроде есть, а вроде нет. А те, кто пашет в своем ремесле, те, кто работает самоотверженно, отдавая свою жизнь, в принципе, да, этому, тот, конечно же, всего добьется. Ну, не тупить, это самое главное, и не стесняться подходить к своему коллеге, который сидит за соседним столом, к руководителю, к генеральному директору. То есть, чем больше будет входящих вопросов, тем будет больше исходящего материала. Спасибо большое за интервью. Ну, а с вами мы увидимся уже в следующих роликах на канале группы компании «Сокол». Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok